Устроили драку и вырвали победу. Челябинский трактор обыграл на выезде хоккеистов Медвежчака, а помог гол забитый в меньшинстве. Подробнее о хоккее и других новостях расскажет Николай Пастухов в обзоре спортивных событий. Чемпионат КХЛ возобновился после недельного перерыва. Трактору отдых пошел на пользу. Челябинцы одержали выездную победу над хорватским Медвежчаком 3-2. До начала третьего периода черно-белые проигрывали 0-1. Шайбы Деры Короя и Алексея Петрова, заброшенные меньше, чем за минуту, вывели трактор вперед. А гол Александра Шарова в меньшинстве упрочил лидерство челябинцев. После паузы, наверное, игроварит немножко потеряли. И очень долго входили в игру. Первый, второй период. Очень неважно сыграли. Нас перебросали. Колоссально просто, наверное. Ну, потом, в принципе, тренер сказал, нужную тактику. И вышли, забили голы и выиграли матч. Хозяева сумели отыграть одну шайбу, но все равно уступили. Видимо, от досады. Бывший форвард трактора, а на них хоккеист Медвежчака Франсис Паре, затеял драку с Максимом Якуценей. Правда, продолжалась драка недолго. После нескольких ударов Паре упал на лед. В эту же секунду подоспели судьи и разняли хоккеистов. Это четвертая победа подряд для черно-белых. Медведи обогнали Салават Юлаев и вышли на четвертую строчку в Восточной конференции. У челябинцев на счету 72 очка. Следующую игру трактор проведет завтра в Братиславе против Слована. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте adinobl.ru Магнитогорская «Динамо» одержала две домашние победы в баскетбольной Суперлиге 2 над последним клубом турнира – московской командой «Руна Баскет». К этой игре челябинцы подошли с багажом из четырех поражений подряд. И домашние матчи тоже получились непростыми. Об этом говорит счет – 78-69 и 75-70. Две победы позволили «Динамовцев» закрепиться на пятом месте в турнирной таблице. Молодые дзюдоисты Урала, Сибири, Москвы и Санкт-Петербурга уезжают из Челябинска с наградами. Здесь состоялись юбилейные десятые соревнования памяти чемпиона мира и призера Олимпиады Григория Веричева. Они были отборочными на первенство России до 23 лет. Дзюдоисты Челябинской области завоевали 14 медалей, в том числе три золотые. Отличились Алексей Карманов, Равиль Бекметов и Екатерина Кошелева. По итогам соревнований Алексею Карманову будет присвоено звание мастера спорта. А специальный приз – кубок Григория Веричева – был вручен победителю состязаний в тяжелом весе Артуру Камалову из Тюмени. Тем временем ведущие дзюдоисты области боролись в Грозном на клубном чемпионате Европы. Челябинцы Денис Ярцев и Ренат Саидов, а также Кирилл Денисов из Трехгорного выступали за команду «Евара Нева» из Санкт-Петербурга и заняли второе место. В финале наш клуб уступил грузинскому Сагареджо 2-3. Команды соревновались стенка на стенку. В своем поединке Денис Ярцев одержал чистую победу над олимпийским чемпионом Лондона, бронзовым призером Олимпиады в Рио-де-Жанейре Лашей Шабдатуашвили. К поединку тяжеловесов, заключительному во встрече, каждый клуб одержал по две победы. Ренат Саидов боролся активно, но пропустил бросок и досрочно уступил Ливану Матиашвили. Николай Пастухов, Владимир Ровенский, ОТВ